Ход и итоги разбирательства в связи с крушением Боинга компанией Malaysia Airlines под Донецком говорят о том, что в основе всего процесса лежал политический заказ на подтверждение причастности России к этой трагедии. Так в российском МИДе прокомментировали решение окружного суда ГААГИ, который ранее вынес вердикт российским гражданам, признав их виновными в катастрофе. Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе, сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор. На Смоленской площади считают, что на протяжении всего процесса нидерландские политики, СМИ и прокуратура оказывали беспрецедентное давление на суд. Нидерланды просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, полагают в МИДе, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах. Об объективности и беспристрастности такого суда говорить не приходится, констатировали в ведомстве. В МИДе напомнили, что все аргументы голландской прокуратуры были основаны на показаниях анонимных свидетелей и на сведениях сомнительного происхождения, переданных заинтересованной стороной СБУ. Суд также не учел довод защиты об отсутствии убедительных доказательств того, что самолет был сбит, ЗРК, БУК, российского происхождения. При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты. Серийный номер которой, совпадает с найденным на обломках на месте крушения, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. Аналогичным образом, суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета. Суд не учел факты, указывающие на то, что ракету могли запустить села подконтрольной Киеву территории, а также проигнорировал данные с российских радаров, доклады концерна «Алма-Сантей» и заключения экспертов. То же касается и показаний важных свидетелей со стороны защиты. При этом Украина не предоставила суду данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами. Украинские диспетчеры, работавшие в тот день, бесследно исчезли. Все это Гаагский суд не смутило. Остался без должного внимания и вопрос, почему Киев не понес ответственности за то, что не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий. Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей. Неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта, заключили в МИД РФ. Глубоко сожалеем, что окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре. Ранее суд в Гааге признал виновными в крушении Боинга, следовавшего рейсом MH17, россиян Игоря Стрелкова и Сергея Дубинского. Еще один подсудимый, россиянин Олег Пулатов, был оправдан, нидерландское правосудие не смогло доказать, что он имел какое-либо отношение к запуску ракеты. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Судья пришел к выводу, что лайнер был сбит по ошибке. При этом погибли 298 человек, 283 пассажира и 15 членов экипажа. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм.